всем здравствуйте доброй ночи вчера я в общем шутки ради вышел в эфир для того чтобы показать как я играю в инхайл 93 ну показал и показал и лег спать но утром обнаружилось что в директ мне накидали вопросов в больших количествах в больших количествах и больше на 20 где люди интересовались всяким разным я решил что наверное все таки правильно на эти вопросы ответить я вот их выписал ну штук 10 таких которые чаще всего повторялись и больше всего интересуют и отвечаю отвечаю а потом я скачал fifa 96 сейчас устроил эфир для олдов потом я сразу предупреждаю потом где собираюсь сыграть чемпионат мира делать мне абсолютно ничего так что пусть если человек там 20 будет то классно и так вопросы которые вы задавали а наиболее часто повторявшиеся что будет в ближайшее время выкладываться из контента на витрине ока в принципе то же самое у нас довольно много архивных передач всяких золотых бриллиантовых матчей мы все их озвучиваем комментируем разумеется александр викторович и лагин просто зажигает это по его части поэтому в ближайшее время будет выкладываться большое количество архивных передач передач которые мы переводим сейчас еще млс нам что-то там прислали про бэкхама мы их делаем и по мере того как не идут потихонечку потихонечку выкладываем так что там без контента никуда контент все время обновляется ну и свои программы одну уже сделали мы недавно где была студия может быть еще киберфутболом будем тоже заниматься в ближайшее время как вообще редакция ока сейчас работает со вчерашнего дня мы пока не работаем никак мы все сели на самоизоляцию на карантин и эти самые программы которые можно делать дома каждый делает что-то переводят готовим верстку сейчас как только разберемся как вообще это механизм будет работать многие опять вернуться на работу а может быть не вернуться может быть тогда будем работать дежурную смену в общем вот сейчас мы так несколько выжидаем но у нас запас архивных материалов озвученных прокомментированных переведенных уже достаточно велик поэтому еще расскажу что новый контент выкладывается регулярно что думаешь насчет коронавируса ничего не думаю я вообще не люблю рассуждать на эти темы в которых я мало чего понимаю сейчас все у нас эксперты по коронавирусу все стали врачами я прослушаю врачей профессионалов вот собственно говоря и все поэтому слушаю их сижу дома дети дома семья дома родителям обеспечили мы доставку продукты продуктов ну я возил теперь очень разбираться как это делать сейчас руки мою регулярно как проводишь карантин сижу дома я сегодня с младшей дочерью играл в куклы а со старшей смотрел в стиле на колец она у меня всех гномов из хоббита запросто на память знает уже всех что насчет 4d и apel в 4d и то и другое мы пока оставили поставили на паузу потому что в общем новых никаких новостей нету новых материалов новых событий нету одно и то же пережевывать неинтересно у меня есть личный мой маленький канал я выкладываю в соцсети я сейчас занимаюсь тем что всякие чемпионаты экзотические которые не остановили нахожу как они выглядят в сети и в общем комментирую вот сделал про чемпионат бурунди про чемпионат мьянмы будет еще про чемпионат никарагуа и вот мне тут много человек говорит из таджикистана написал что у них суперкубок таджикистана не хочу ли в сети прокомментировать ну честно говоря не даже немножко озадачил но я подумал как стать комментатором вока тут знаете есть еще такой под вопрос спрашивают есть у вас вакансии комментатора ребят вакансии когда есть свободное место никаких свободных мест комментаторов у нас разумеется нету и быть не может поэтому в ближайшее время именно комментаторы нам не нужны но безусловно стажеры к нам попадают и те стажеры которые себя проявляют которые выдерживают наш стажером не платят деньги со временем могут получить шанс и они начинают комментировать вот лео нас так начал сравнительно недавно комментировать что думаешь по поводу возобновляющегося сезона что где когда ребят вообще ничего не непонятно и я думаю что до конца апреля будет непонятно конечно в идеале было бы доиграть летом а потом немножко там задержка возобновить где-нибудь в сентябре в октябре чемпионат мы слушать видеть какая ситуация он в италии вообще ужас какой поэтому ничего тут можно опять-таки на эту тему очень долго рассуждать и разжевывать и так далее но сейчас ничего не понятно надо просто ждать и беречь себя как пока будет показывать сезон апелл вот тот который пока не закончился как только он возобновится мы его покажем у кого подписка на сезон даже если она заканчивается например ну скажем мая сезон за возобновится в июне июля все равно у кого есть подписка на сезон тут получится возможность без дополнительной платы посмотреть все матчи этого сезона вернись на тв вот еще спрашивают очень много вопросов пишут вернись на тв это достаточно странная такая история дело в том что я ств в общем-то глобально и не уходил потому что я по-прежнему сотрудничаю с в гтрк виду футбол россии иногда какие-то футбольные интервью веру я больше не штатный сотрудник там да но по-прежнему сотрудничаю поэтому если в гтрк будет нужно прокомментировать какие-то большие турниры чемпионат европы и олимпийские игры то я с радостью вот собственно говоря и все по поводу других телеканалов но у нас в общем спорт мало кто показывает помимо крупных турниров на вгтрк есть еще первый канал и матч ну на матч я уже работал и в общем это уже дело прошлое на первом канале никогда не работал я многих там знаю с большим уважением ко многим отношусь и спортивной редакции но все-таки а столько лет комментировал на вгтрк первых как понимаете конкуренты но в общем это что касается телевидения что касается вообще трансляции спортивных в принципе сейчас не нужно обязательно работать именно на телевидении чтобы комментировать футбол поскольку еще расскажу что в стриминговые сервисы это будущее а я на сегодня штатный сотрудник ну рамблер групп око спорт то есть именно в штате в штате компании который занимается стриминговым сервисом с точки зрения спортивных трансляций это еще раз подчеркиваю будущее а я все-таки ну у каждого человека правда есть какие-то вещи которые получают лучше всего кто-то тексты лучше пишет кто-то ролики снимает кто-то блогер матерый я все-таки думаю что у меня лучше всего получается комментировать футбол именно футбол ну и мне лучше заниматься трансляциями именно футбола поэтому вот так вот у меня все складывается сейчас что интерес на телевидении стриминга еще раз интересно работать на трансляциях а телевидение ли это или стриминг стриминговый сервис какая разница в данном случае это только способ доставки сигнала способ доставки потока способ доставки трансляции просто стриминговый сервис дает значительно больше возможностей с точки зрения там идей которые можно воплощать еще вот такое есть тоже часто почему-то написали вчера несколько красный соли мне не нравится контент тебя в инстаграме я честно говоря удивился в личных каких-то соцсетях я никакого особенного контента не произвожу контент я произвожу на работе здесь захотелось мне вот выйти в прямой эфир я всех рад видеть вот ответил на вопросы вот в хоккей поиграл поэтому здесь не нравится ну не надо просто заходить есть полным полно людей которые делают интересный контент социальных сетях вот в общем примерно такие основные вопросы мне кажется я на них ответить не планируете еще комментировать в баре я вот еще на несколько отвечу которые на которые вы сами что вы сами пишите дело в том что комментировать в баре достаточно тяжело с точки зрения ну того чтобы напряжение связок это выматывает больших денег это не приносит поэтому в настоящий момент я в барах комментирую очень редко в основном если брат мой меня зовет но как вы понимаете сейчас ни о каких живых комментариях и никаких барах речи быть не может вот я на вопрос ответил что пишет вернись на матч тв пожалуйста вот вот это самое знаете лучше печальная когда отвечаешь отвечаешь а потом так что еще по поводу того как я считаю что чем-то нужно доиграть на непонятно как это делать еще расскажу сейчас на тему рассуждать нет никакого смысла мы не знаем как будут развиваться события посоветуйте упражнения для развития дикции лучше позаниматься специальными преподавателями вы говорите как будто песню хорошую пойти пить я совершенно не умею так что ретро матч еще раз говорю что мы показываем один полный матч и много 25 минутных хайлайтов 26 минутных хайлайтов каждую неделю они выкладываются планируется ли конкурс комментаторов наука в этом году мы это обсуждали но хотелось бы подробнее подумать пока ничего конкретно сказать не могу но такая мысль была когда в россии появится спортивная фм радио этому как только будет большой коммерческий спрос что касается чемпионата европы в двадцать первом году вы будете комментировать еще раз говорю если в гтрк будет показывать и они меня пригласят я еще раз я так скромно говорю потому что поскольку я больше не штатный сотрудник то я не могу там нахально говорить что я буду комментировать строго говоря дело в гтрк приглашать меня или кого-то другого но у нас самые хорошие добрые отношения и в том числе и рабочие разумеется я надеюсь что меня пригласят ну наверное на этом в общем то все спасибо большое всем кто зашел чашка тут сборной перу меня попросили чашку показать это мой друг сеня павлюк друг детства был в перу и привез мне вот такую чашку вот поэтому я на это на этом в общем эфир потихонечку но сейчас вопросы еще будут я на них как пробиться на тв молодому комментатору которого не связи я уже ответил пробиться молодому комментатор нужно приходить и жалеть не жалея себя работать много меня никаких связей не было но я же пробился ну изначально когда я пришел играете ли вы сами любитель футбол играю но как вы понимаете не сейчас сейчас нужно я пытаюсь понять как бы мне спортом позаниматься в пределах комнаты завтра попробую там гантелями поразмахивать поразмахивать может поджиматься и тому подобное все спасибо большое